так все это спасибо все замечательно начинаем наш разбор как всегда пробуем уложиться в час чтобы надолго не задерживать вас и и меня хотя если честно это очень трудная задача разобрать ошибки за час так чтобы их все поняли как раз жизнь доказывает обратное что уже в течение шести лет я веду свою просветительскую работу на разных площадках и виду различные мероприятия всякие тренинги интенсивы марафоны курсы и все равно находятся люди причем немало до которых не сразу доходит и я это прекрасно понимаю не каждый обязан вернее каждый не обязан сразу это понять большая часть нашей жизни она проходит все таки в понятиях о традиционном питании о том питание на том питание на котором мы взросшены наши традиции ведь это же так славно да все эти наши бабушкины пирожки все эти новогодние оливье и так далее и так далее это все так греет душу все эти шарлотки с яблоками и прочее прочее все я прекрасно понимаю потому что я тоже родом оттуда из шарлоток из оливье из бабушкиных пирожков и до 53 лет я собственно и жила вот в этих традициях и и мне повезло что я в 53 года узнала что есть другой путь в питании что этот путь как раз и помогает нам избавиться от тех проблем которые мы нажимаем таки себе вот этим нашим традиционным питанием и так давайте разбираться в чем же здесь трагедия в чем ошибка именно конкретно ваших рациона значит смотрите я даже не стала ничего записывать себе выписывать потому что я прекрасно помню что вы писали в ваших рационах и я для меня это не было удивлением потому что я вот этого как раз и ждала вот я знала что вы будете писать не потому что я провидец да или что я может мне вообще очки снять и что я там вижу сквозь стены да что вы мне будете писать просто потому что просто потому что это происходит каждый раз это каждый раз это каждый клиент который приходит ко мне это каждый участник любого курса это Это практически всегда одно и то же, как под копирку. Давайте я вам просто в среднем опишу, что я увидела в ваших рационах. И вы, конечно, увидите там свое питание плюс-минус. И это выглядит следующим образом. Завтрак, как правило, это либо каша. Каша часто бывает овсянка. И часто она бывает с сухофруктами, с бананами. С ягодами. К каше, те, кто плотнее любит покушать, часто присовокупляют еще какой-нибудь бутерброд. Может быть с маслом, с сыром. Еще может быть кофе. Но это как один из вариантов. Кто-то просто кофе или чай с бутербродами, с колбасой, с сыром, хлеб, масло. Кто-то просто кашу. Кто-то ест творог. Творог тоже может быть с бананами, с ягодами. С курагой, с изюмом и так далее. С сырниками с изюмом, со сметаной, с чаем. Это может быть яичница с помидорами. И бутерброд опять же с чем-то. С колбасой. Кто-то с мясом, кто с чем. То есть это примерно вот такого плана еда. Дальше такой среднестатистический перекус. Это как правило либо что-то из фруктов, либо это что-то чай и что-то к чаю. Либо печенька, либо конфетка, либо какой-то там кексик. То, что попалось. Здесь вот два варианта. Дальше у нас идет стандартный обед. У большинства это либо первое, либо второе. Но я всегда прошу пояснить людей. А что такое второе? С первым как-то все понятно. Это как правило что-то жидкое. Это какой-то суп, борщ, щи. Ну вот то, что традиционно мы едим. Но когда говорят второе, вот тут я всегда прошу пояснить. Потому что второе, это такой довольно расплывчатый вариант. Но там можно догадываться, строить разные догадки, что это может быть. Но как правило это какой-то кусок чего-то мясного или рыбного. Котлета, мясо или какие-то производные. И это как правило какой-то гарнир в виде либо гречки, либо макарон, либо картошки. Что-то в этом роде, либо рис. И это как правило еще третий компонент. Это салат из помидоров и огурцов. Редко бывает из капусты или моркови, свеклы. Как правило это помидоры, огурцы, зелень, авокадо. Что-то в этом духе. Это вот обед. Если бывает перекус между обедом и ужином, то у большинства это снова либо фрукт, либо что-то к чаю, какая-то печенька, конфетка. И наконец ужин. Как правило это у большинства рыба или опять мясо, опять с чем-то, с каким-то гарниром, плюс опять какой-то салат. Ну и за некоторым исключением это бывает просто салат или просто какое-то вареное блюдо, суп. И может быть каша, может быть опять же картошка с каким-то салатом. Ну, вы меня поняли, да? То есть это примерно у всех одно и то же. Примерно. И даже если мы не сейчас вот возьмем и уберем просто откровенно вредные вещи, такие как печеньки и конфетки к чаю, да? Ну, есть люди, которые считают, что они правильно питаются, они не едят мучной сахар. Хорошо. Мы сейчас убираем печеньки и сахар вообще отсюда, да? Мы убираем конфеты и даже мы можем убрать хлеб. Вот даже вот есть люди, которые не едят хлеб, думая, что это хорошо. Ну, это и правда, это действительно хорошо. Но кроме того, что... То есть помимо того, что мы сейчас убираем вот эти печеньки, конфетки и хлеб, у нас все, что остается, это завтрак, вот тот самый, да, который я описала, вот тот самый обед, тот самый ужин, это все равно нарушение законов естественного питания. И сейчас я хочу вам это объяснить. Вот смотрите, утром, допустим, это каша, это очень частый вариант, да? Обед, допустим, это что-то мясное и что-то сваренное, предположим, картофель, да, или макароны. Ужин, это опять что-то, возможно, мясное или рыбное, и что-то опять сваренное. Но это в любом случае всегда, почти всегда у всех идет какая-то плотная пища. То есть опять что-то сваренное. И мы получили в итоге, что мы завтрак, обед и ужин, то есть 100% нашего рациона мы едим вареное, термически приготовленное. То есть пища, которая прошла термическую обработку, будь то крупа, будь то капуста, будь то какие-то другие овощи, там картофель, баклажаны, все что угодно. Вот все, что сварено, это, ребята, в нашем желудочно-кишечном тракте превращается в крахмалы. Есть такое понятие в диетологии – крахмалы. Крахмалы – это углеводы. Вот чтобы вы понимали, да, это углеводы. И это те самые углеводы, которые расщепляются у нас в ЖКТ до глюкозы. Это просто химический процесс. У нас все крахмалы расщепляются до глюкозы. Таким образом, вы в течение всего дня едите очень много глюкозы, даже не отдавая себе отчет в том, что это на самом деле так. И вот при том, что вы вот так питаетесь, да, все вареное, все крахмалистое, вы можете совершенно честными глазами заявить, что я не ем сладкое, я исключила сахар из питания, да, у меня не может быть никаких проблем с сахаром, потому что я не ем сладкое. Но между тем, у вас ваши крахмалы превращаются на 100% в глюкозу, и у вас по глюкозе идет просто переизбыток. Вот это вот первая главная ошибка, которую допускают современные люди в питании, совершенно не подозревая о том, что это ошибка. Потому что у нас вот здесь вот запрограммировано. Готовить еду, я хочу есть, я хочу еду. Что такое еда, да? Это значит идти на кухню, становиться к плите, вставать кастрюльки, сковородки, да, и что-то варить, жарить, парить, запекать. То есть для нас еда – это автоматом знак равенства термически приготовленной пищи. А теперь давайте вспомним, вернее не вспомним, а обратимся к понятию естественного питания. Что такое естественное питание? Это питание по большей части натуральной едой, сырой растительной пищей, дарами природы, которые природа нам дарит, и которые мы можем поглотить в первозданном виде. Вот всё, что мы можем поглощать в первозданном виде, мы должны поглощать именно в таком виде. Дать там ту же капусту, эти помидоры и так далее. Вот всё, что мы тушим, варим, парим, это должно, не должно так, по идее, да, быть так сильно извращено. Капуста, которая съедена в сыром виде, это один момент, это клетчатка и сок, это живая растительная пища. Капуста, которая съедена в термически приготовленном виде, в виде там тушёной, варёной, да, каких-то там щей, это крахмалы, это вообще другой вопрос. Она полностью меняет свой химический состав, свою структуру, и она играет совершенно другую роль, поймите. Вот капуста играет две разные роли в кишечнике, если она в сыром виде и если она в варёном. Если она в сыром виде, она на 100% очищает кишечник. Если она в варёном виде, она загрязняет кишечник, потому что там не остаётся ничего, чтобы очищала кишечник, потому что там убивается клетчатка, там убивается весь сок. Она превращается в варёво, в крахмал. И есть ещё один очень коварный момент у крахмалов. Кроме того, что это повышенные сахара в крови, и это повышенная нагрузка на поджелудочную железу. Это ещё и образование клейкой слизи. Вспоминайте там ваших мам, может быть, бабушек, когда не было клейстера, обойного клея. Чем клеили обои? Клейстером, который делали из крахмала, из муки, вот из чего-то такого липкого. То есть вся вот эта наша варёнка, не важно, что это, хлеб, картофель, макароны, вот это всё превращается в липкое составляющее внутри, в нашем желудочно-кишечном тракте. И вот эта вот липкая клейкая составляющая, она обволакивает кишки внутри, внутреннюю часть тонкого кишечника, которая является варсинчатой. Вот эти варсинки, они все загрязняются просто вот этим самым клеем, клейстером, крахмалами. И учитывая то, что мы питаемся так, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Мы всю жизнь, если мы люди, если они не знают, что такое естественное питание, если они не понимают, что значит питаться по законам природы, они всю жизнь питаются варёной пищей, и они всю жизнь загрязняют стенки своего тонкого кишечника вот этим самым клеем, клейстером, который ложится там очень плотным слоем. Что значит залепленные клейстером стенки тонкого кишечника? Это значит, что это блокировка, то есть это очень сильная блокировка поступления питательных веществ в кровь, потому что питательные вещества проникают в кровь через стенки тонкого кишечника. Если они грязные, то питательные вещества проникают с большим трудом в кровь, а ваша кровь обедненная, питание клеткам не хватает. Клетки начинают голодать, кричать от голода и просить еды. Какой? Углеводистой, крахмалистой. Вот так наступает зависимость от мучного и сладкого. Виноваты грязные стенки кишечника. Вот ваша вареба, вот ваши кашки, малашки, вот это вот все, картошки, макаронки, выпечка и прочее, прочее. Это все крахмалы, это все клейстер. Теперь смотрите, что происходит дальше. Вот поели вы утром кашу, заклеили свои кишки, пошли делать свои дела на работу, потом у вас наступил голод, само собой он наступил, да, голод, потому что ваши клетки голодают, потому что кишечник у вас грязный изнутри. Но вы не как человек прогрессивно мыслящий, вы понимаете, что если вы сейчас вот в этот промежуток между завтраком и обедом еще чего-нибудь найдитесь, то вам будет очень тяжело, вы просто уснете на рабочем месте. Поэтому вы как человек разумно мыслящий, вы думаете, я перекушу фруктиком, очень здорово, очень полезно, витаминчики, легкая еда, классно. Вы идете, берете яблочко и перекусываете. И этим вы нарушаете следующий закон естественного питания, который гласит, что фрукты это очень быстрая еда, это скоростная еда, которая очень быстро расщепляется в желудке и очень быстро идет по кишечнику, и она должна выйти очень быстро из соответствующего отверстия, если ей никто не мешает, вот этой еде фруктовой. Но по факту у нас нет такой возможности выпустить фрукт в свое время из нужного места, потому что у вас по желудочно-кишечному тракту тянется крахмалистая масса из каши, в которую еще может быть даже напихана курага. И вот это вот, когда фрукт встречается с кашей и с курагой, вот это вот все вместе начинает все активно бродить. И в кишечнике развивается процесс брожения, который сопровождается, во-первых, газами, и вы не понимаете, почему у вас метеоризм. Вот вы едите здоровую еду, вы кушаете полезную овсянку с полезной курагой или даже с полезным изюмом, но вы не понимаете, что внутри у вас в животе этот изюм с овсянкой просто взрываются и начинается вот это болото, потому что брожение – это всегда болото, это образование новой слизи. И у вас и так там все в слизи, в кишечнике, а вы еще и новую слизь туда запускаете. Вот это вот, которая вас дует, вас распирает, у вас колики, у вас спазмы, потом у вас какой-то ненормальный стул, который разбрызгивается по унитазу. Почему? Да потому что у вас в кишечнике в хроническом исполнении идет процесс брожения. Вот вам еще один закон естественного питания, который вы нарушаете, делая вот такие фруктовые перекусы. Едем дальше, ваш обед, ваша котлета и, предположим, гречка. В более худшем варианте картофельное пюре или макароны, но что-то крахмалистое все равно. Это еще один закон естественного питания. Начнем с того, что мясо, рыба, вот это животная пища, и я считаю ее одним из элементов естественного питания. Да, я не веган, я не фруктоед, я не вегетарианец. Я принимаю животную пищу, потому что это часть природы. Животная еда – это часть природы. А естественное питание – это питание тем, что есть в природе. И растения, и птицы, и рыбы, и животные. Да простят меня вегетарианцы и веганы. Но для того, чтобы животная еда полноценно расщепилась, а животный белок – это довольно сложная структура, ее расщепить довольно сложно. Для этого нужно много времени, много ферментов, нужно определенное количество желчи, желудочного сока. Все эти ферменты должны быть качественными, чтобы расщепить животный белок полностью, до малейших кирпичиков, до атомов, до аминокислот. Но если вы кушаете это мясо с картофелем, с крупой и другими крахмалами, вы лишаете свой организм нормальных условий для расщепления этого мяса. Почему? Потому что для мяса нужна одна среда пищеварительная, а для крахмалов нужна другая среда. Когда вы соединяете вместе эти два вида продуктов, животную пищу и крахмалы, а сверху еще сыплете помидоры с огурцами, вот это вот все вместе очень сильно затрудняет пищеварение. И мясо, вместо того, чтобы быть благополучно расщепленным и выведенным из кишечника, оно начинает задерживаться искусственным образом, благодаря крахмалам. Расщепление происходит неполноценно. И у нас в кишечнике начинается процесс гниения. Это раз, потому что нерасщепленный животный белок начинает погнивать. А во-вторых, есть большой риск по возникновению аутоиммунных заболеваний. Потому что нерасщепленный белок может попасть в кровь, опять же, через стенки кишечника, которые воспалены, которые имеют истонченные такие уязвимые места, так называемый синдром дырявого кишечника. И нерасщепленный белок может проникать в кровь через такие рискованные места, тем самым вызывая аутоиммунную реакцию организма. То есть убийство чужеродного агента, на который вырабатывается антитело. То есть война антиген-антитело. И под удар попадают собственные ткани организма. Начинается разрушение суставов, разрушение щитовидной железы, разрушение поджелудочной железы. Это я все перечисляю. Это аутоиммунные заболевания, про которые медицина говорит, что она не знает, как они происходят, а они на самом деле происходят из грязного кишечника, из постоянных процессов брожения и гниения кишечника. Вот вам еще один закон естественного питания, который вы нарушаете. И теперь опускаемся ниже. Я уже молчу про этот следующий перекус, который фруктовый опять может быть. Вы уже понимаете, что процесс брожения уже начинается в квадрате и в клубе. Теперь опускаемся ниже, на ужин. Там, где вы решили поесть рыбу, вроде бы как полезно. Рыбу, ну, может быть, там с овощами. Слава Богу, если с сырыми, и действительно, если с овощами, а то, может быть, просто и с какими-то тушеными, или вареными, или с кашей. Еще один закон естественного питания требует от человека, чтобы он не ел животную еду вечером, незадолго до того, как уйдет в сон, потому что вечером пищеварительные процессы в нашем организме очень сильно замедляются, затормаживаются. И у вас просто не хватит времени для того, чтобы расщепить этот кусок рыбы или мяса полностью. И вы уйдете в ночь с заторможенным пищеварением. И вот опять большой риск по тому, что остается нерасщепленный белок, и вы теперь уже знаете, чем это заканчивается. Поэтому часто вы идете утром в туалет и думаете, почему так плохо пахнет, почему так воняет. Да потому что у вас в кишечнике в хроническом исполнении идут процессы гниения и брожения. Воняет, потому что гниет. Если не гниет, вонять не будет. Я вас уверяю. Еще один момент позднего приема животного белка. Это связано с тем, что ночью организм должен очищаться. Когда днем мы кушаем какую-то еду, мы занимаемся пищеварением. Не мы, а наш организм. Когда мы ночью спим и не кушаем, наш организм теоретически должен заниматься очищением. Он и пытается это делать. Но если вы даете себе по вечерам животную еду, вы лишаете организм этой возможности очищаться, потому что вы заставляете его работать на пищеварение даже в ночном формате. Хотя в это время он должен очищаться, и вы утром должны быть отдохнувши. А вы встаете утром разбитый, вам трудно встать на ноги, у вас тяжелая голова, от вас плохо пахнет, в туалете у вас черти что. Вы думаете, почему? Ну почему так? А потому что ваш организм ночью не смог очиститься должным образом. Вот это вот все залежавшее, завонявшее, загнившее, вот это вот все просто портит вам всю картину, отнимает у вас последние силы, потому что организм не восстановился за ночь. Он работал, он не отдыхал. И вы идете, начинаете, продолжаете свой рабочий день просто в разбитом состоянии. И вы опять заваливаете себя вот этой кучей творога, яиц, мяса и рыбы там чуть ли не 5 раз в день. Вы просто насилуете свой организм вот этим постоянным пищеварением, от которого ваш организм просто не отдыхает. Я сегодня была в магазине, в Магмит Космедик, покупала себе мешки для мусора, стояла очередь, стоят передо мной две бабки. Значит, ну больные уже видно, да, уже там такие все это, ну еле-еле, одна другой говорит, ой, ты знаешь, как мне тяжело, как мне тяжело. Я, конечно, сочувствую очень бабулечкам, да. Но я о чем? Я даже кушать не могу, я не хочу ничего кушать, а они меня заставляют, они меня заставляют, ешь, давай, ешь, а я не хочу ничего кушать. Вот, представляете, вот очень яркая картина. Бабульчике уже много лет, она уже устала, ее организм устал от пищеварения, а у нас же культ еды, у нас же везде культ еды. Кушай, а то не поправишься, да, кушай, а то не вырастешь, кушай, а то придет дядь коммерционер, тебя заберет, кушай, а то тебя не пустят там куда-то, мы детям говорим, да, давай кушай, а то у тебя будет слабый иммунитет и так далее, и так далее. Мы все время говорим себе, кушай давай, кушай давай, кушай. И вот это вот кушать стало просто культом. Бабушка уже старенькая, у нее уже организм настолько изношенный, что у него нет сил на пищеварение, а ее близкие думают, что они делают ей доброе дело, если они заставляют ее снова кушать, кушать и кушать. Если бы они отстали от нее и дали ей хотя бы просто попить водички или погрызть какой-нибудь там апельсин, пососать сок из апельсина какой-то день, она, может быть, на другой день бы лучше чувствовала себя. Вот к чему приводит. И вот теперь смотрите, что происходит, когда у нас вот это вот творится, вот такая хрень, постоянная в нашем желудочно-кишечном тракте. Вот эти постоянные процессы брожения и гниения, брожения и гниения. Вот это засорение шлаками и токсинами, потому что гниение – это токсины, все остальное – это шлаки, вся эта слизь, этот жир, который откладывается. Вот это вот все, общее загрязнение, оно нарушает, в общем и целом, обмен веществ. А обмен веществ – это то, на чем живет организм. То есть это полноценное усвоение и это полноценное выведение. И вы теперь понимаете, что при таком подходе к питанию у вас нет неполноценного усвоения, неполноценного выведения, потому что уставшая система и она не справляется как с пищеварением полноценным, так и с пищеварением и с полноценным выводом отхода. У вас просто система инвалид. И понятное дело, что при нарушенном обмене веществ у вас страдают все возможные органы, какие только могут находиться в организме. Поэтому вы сопровождаете описание ваших рационов следующими диагнозами. У меня стали болеть все суставы. Правильно, они будут болеть, потому что у вас нарушен обмен веществ. У меня гипотериоз. Вот все, я на гормонах, щитовик, правильно, щитовик. Потому что у вас уже давным-давно синдром дырявого кишечника и аутоиммунное заболевание подкралось незаметно и разрушает функции щитовидной железы. У меня лишний вес, и он никак не уходит. На каких диетах я только не сидела. Правильно. На диетах сидеть – это смерти себе желать, потому что любая диета – это временный этап. Невозможно сидеть на диете всю жизнь, потому что любая диета – это подразумевает диета ограничения. Естественное питание не подразумевает ограничения. Оно подразумевает правильное соотношение, правильное распределение, правильное сочетание. Вот что такое естественное питание. Вот смотрите, насколько у нас огромен мир фруктов, Мир овощей, мир животной еды, мир животных жиров. Когда человеку говоришь, кушай фрукты, он почему-то хватается за яблоко. А что, у нас кроме яблок нет других фруктов, что ли? Сейчас вон сколько всего, просто рынки ломятся. Когда говоришь про овощи, кушай овощи, почему-то все сразу хватаются за помидоры и огурцы. Что, у нас нету овощей нормальных. Посмотрите, редиска, сельдерей, репа, редька, тыква, капуста, свекла, морковь, дайкон, всякие виды зелени, чего только нет. Вплоть до каких-нибудь там иноземных. Ассортимент мяса огромен. И не обязательно хвататься за колбасу и за сосиски. Это не мясо. Это творение рук человеческих, это извращенный продукт. Вы никогда не знаете, что положили на самом деле в колбасу. Если только вы не работаете на том самом мясокомбинате, который изготавливает эту колбасу. То же самое, сосиски, полуфабрикаты. Откуда вы знаете, из чего они приготовлены? Поэтому, говоря о мясе, как части естественного питания, конечно, я имею в виду, в первую очередь, мясо. И, конечно, мясо нужно выбирать, да, какое-то чистое. Но искать варианты чистого мяса. То же самое касается рыбы. Да, понятно, что мы сейчас живем в такое время, что найти чисто натуральную еду трудно. Но надо как-то между многих зол выбирать наименьше. Правильно? Вот еще вопрос постоянно возникает. И постоянно просто поражаюсь, почему возникает этот вопрос. Вае, ну как же так? Вот вы говорите, что надо по большей части питаться фруктами и овощами. Но они же сейчас так нахимичены. Дорогие мои, ну вы сейчас вот найдите мне один продукт, который не нахимичен. Что гречка не нахимична? Что курица не нахимична? Или там, я не знаю, что, ну что, что. Сосиски не нахимичны. Да, хлеб не нахимичен. Все нахимичны. Поэтому давайте из нахимичного выбирать хотя бы наименее нахимичное. Или то, что проще расщепиться у нас до мельчайших атомов. Что проще расщепить, нахимиченный кусок колбасы или нахимиченную капусту? Конечно, нахимичную капусту расщепить проще и с наименьшими последствиями. Потому что эти токсины, которые даже если в ней есть, их проще вывести. Их печень взяла, отфильтровала и вывела. А вот то, что в колбасе, попробуйте, разберитесь. Во-первых, это еще нужно разложить на атомы. И разобраться, где там химия, а где там не химия. Что там натуральное, а что там искусственное. И вот эти волокна все расщепить. И потом это как-то все провести через встраивание в кровь. Это очень сложная задача. Поэтому давайте разбираться в том, что настоящее, а в том, что ложное. Давайте возьмем наши любимые каши, которые все считают очень здоровым питанием. И едят их там чуть ли не три раза в день. К естественному питанию каши не имеют вообще никакого отношения. Потому что это зерна, это не плоды, это не листья, это не части растений. Это зерна, которые человек вырастил просто для своего пропитания. Это питание пришло из голодных времен. Когда есть было нечего. Когда не было плодов. Когда, наверное, был голод, была зима. Поэтому все, что оставалось, это просто запасти зерна и питаться зернами. То есть зерна – это стратегическая еда. Еда запаса. И ей место только именно когда война, голод, разруха и вообще совсем нечего есть. Чтобы доказать, что это не естественная еда, я вам просто приведу вот такую вот картинку. Выйдите, пожалуйста, куда-нибудь там в поле, в лесок. Вот у вас поле пшеницы. А вот у вас дикое яблони растет возле поля пшеницы. Подойдите к яблони, сорвите дикое яблочко. Возьмите его в рот и попробуйте его покушать. Даже при том, что если оно будет кислое, какое-нибудь вяжущее, вы все равно сможете его покушать, разжевать и проглотить. И даже переварить. И даже взять из него питательные вещества. И благополучно его вывести. Но то, что оно может быть невкусное, это к делу не относится. А теперь зайдите в поле, насобирайте себе горсть зерен из колосков, возьмите эти зерна в рот, разжуйте, попробуйте их проглотить и посмотрите, что из этого будет. Ну, как минимум, они просто в том же неизменном виде выйдут вместе с какашками у вас там на следующий день, не дав вам никаких питательных веществ. А как максимум, возможно, у вас застрянут, они застрянут в горле или в пищеводе, и это будет уже травма. Это говорит о том, что зерна – это еда не естественная, а приспособленная, то есть она не природная. Этот человек просто приспособил ее. И учитывая то, что зернышки не перевариваются у нас, да, и выходят в неизменном виде вместе со стулом наружу, это как раз говорит о том, что в организме человека нет ферментов, которые бы могли расщепить, переварить эти зернышки. У нас есть ферменты, расщепляющие белок. У нас есть ферменты, расщепляющие фрукты, овощи. Но у нас нет ферментов, которые расщепляли бы зернышки в сыром виде. Таким образом, я ответила вам на вопрос, что такое естественное питание и какие ошибки вы допускаете, делая несочетаемые сочетания в вашем дне и пихая продукты в этом дне, куда попало, не разбираясь в законах естественного питания. Теперь давайте перейдем уже к практической части, да, а что делать. Сразу скажу, хорошая новость заключается в том, что при изменении питания, образа питания, будем так говорить, на более естественное, в вашем организме сразу начинают происходить хорошие или положительные изменения. Потому что, если вы прекращаете питаться беспорядочным образом и набудете стройную систему в своем питании, отправляя на нужное место фрукты, на нужное место овощи к мясу, да, убирая мясо из ужина, этим самым вы перестаете загрязнять свой организм. То есть, если вы перестаете загрязнять свой организм, вы перестаете усугублять разрушительные процессы в вашем теле, соответственно, ваши заболевания, они приостанавливают свое прогрессирование. И у вас наступает улучшение. Следующий вопрос. А может ли у вас наступить полное выздоровление, если вы будете и дальше продолжать питаться таким же образом? Ответ. Да, может, но это может занять очень много времени. А учитывая то, что мы люди все уже взрослые, да, многим уже там где-то за 40, за 50, то может получиться так, что времени просто не хватит, чтобы только на одном питании вылезти из своего хронического заболевания, из тотального лишнего веса и стать полностью здоровым человеком. Вопрос, да, а что делать? А нужно очищать свой организм. Потому что если вы сделали себе нормальное питание, естественное, и вы перестали загрязнять свой организм, то вот те загрязнения, которые вы получили раньше, и которые не только на уровне кишечника, но еще и в крови, и в мышцах, и в жировой ткани, вот с этим нужно что-то делать. А вот это уже вывести не так просто. А вот этот вывод этого всего, да, добра, достигается только с помощью очищения организма. Я рассматриваю очищение организма только в варианте условного голодания по системе огонян. Потому что это то, что прошла я, это то, что проходят люди, которые находятся под моим наблюдением, да, мои подопечные. Это то, что себя уже зарекомендовало на протяжении многих лет, как абсолютно положительная практика. И кто бы, что бы там ни говорил, не смеялся над этим, что, ай, как это так очищаться, если у вас мед, у вас соки, какое же это очищение? Это же убийство печени, это убийство поджелудочной железы. Так вот, друзья мои, вернитесь сейчас к началу нашего разговора и вспомните, каким образом вы питаетесь. Питаетесь вареным образом, то есть именно вареным образом вы как раз и убиваете свое поджелудочное железо избытком глюкозы. И вы убиваете свою печень вот этой работой по фильтрации токсинов, которые возникают в результате процесса вгниения в вашем кишечнике. Но питаясь какое-то время травяными чаями с медом и свежевыжатыми соками, вы абсолютно не нагружаете ни печень, ни поджелудочную железу, потому что это очень легкое питание. И при отсутствии твердой пищи, внимание, сейчас ключевой момент, при отсутствии твердой пищи любой, там крахмалистой, мясной, неважно какой, у вас не поступает никакой глюкозы в кровь, кроме той, которая содержится во фруктах и соках. А ее там немного, потому что там по большей части фруктоза, где-то больше фруктозы, где-то меньше, но в основном это примерно вот так, как-то на 50 на 50 пусть будет. Половина фруктозы и половина глюкозы. Для усвоения глюкозы, точнее для растаскивания ее по клеткам, нужен инсулин. Для усвоения фруктозы не нужен инсулин. Таким образом, ваша поджелудочная железа получает в два раза меньше нагрузки при употреблении меда и свежевыжатых соков на условном голодании, в отсутствии твердой пищи, чем на обычном питании с вашими полезными кашами, полезными супчиками, полезными запеканками. Вот к чему мы пришли. Все мои курсы и тренинги, которые я сейчас провожу, они все основаны именно вот на этих двух китах. На изменение питания в сторону естественного, на обучение вас правилам и законам естественного питания и на правилах очищения организма. Я учу, как правильно очищать организм, чтобы не навредить себе, потому что здесь есть свои нюансы и этому нужно учиться. Вот сегодня я постаралась вам дать такой примерный и общий картин того, каким образом вы с помощью ваших рационов загрязняете ваши организмы и попыталась дать вам ответ, каким образом вы можете повернуть этот процесс вспять и перестать загрязнять себя и начать обратный отсчет, чтобы делать питание другим, более здоровым, более естественным и задуматься о том, что нужно очищать организм. Но вот в рамках одного эфира я, конечно же, не могу научить вас всем этим премудростям. Где я этому учу? Я учу это на своих курсах. И вот сейчас, пользуясь этой возможностью, я хочу сообщить вам еще одну хорошую новость, что год назад я внедрила в свою практику еще один природный продукт, который очень хорошо помогает решать проблемы хронических заболеваний этой эфирной масла. И я должна объяснить, почему я сейчас не работаю без этого продукта. Потому что я в свои годы, с 53 и до 55 примерно лет, я решала свои проблемы исключительно методом оздоровления питания и исключительно методом очищения организма через условное голодание. Как видите, я решила свои проблемы. На сегодняшний день у меня нет проблем по здоровью, у меня нет проблем с лишним весом. Но есть одно большое но. Мне было нелегко, мне местами было даже очень трудно, местами было даже вообще невыносимо, просто потому что у меня были, как сказать помягче, приступы интоксикации. Потому что я была очень зашлакована, потому что я ела очень неправильным образом и ела очень много. И поэтому несколько раз я испытывала интоксикации. Это тяжелые такие вещи по самоотравлению. И поэтому у меня мой опыт, он немножечко окрашен негативными красками. Именно вот в этом плане. И когда я год назад обнаружила, что есть продукт, который снимает вот эти признаки, приступы, да, и симптомы интоксикации, я очень сильно обрадовалась, потому что сейчас у меня есть возможность учить людей вот тому же самому, что прошла я, но с большей степенью безопасности. То есть мои люди испытывают интоксикацию крайне редко, крайне. Если они используют эфирные масла, они вообще не испытывают эту интоксикацию. Это раз. Второе. У них лучше происходит обмен веществ, налаживается, потому что есть специальные эфирные смеси для улучшения обмена веществ. Третье. У них легче переживаются периоды очищения организма, потому что у них не обостряются хронические заболевания. А если они обостряются, мы снимаем эти обострения, опять же, с помощью эфирных масел. Таким образом, эфирные масла стали огромной толстой подушкой безопасности во время практики очищения организма и перехода на естественное питание. Поэтому сейчас я всех приглашаю на свой курс по естественному питанию и очищению организма. Именно через регистрацию на стартовый набор эфирных масел Дотерра. Я работаю только с эфирными маслами Дотерра. И сегодня в сториз, если Инстаграм и Телеграм тоже видел, я показала вам презентацию набора, который имеет лимитированные предложения. Это всего лишь ноябрь. То есть вот осталось до конца ноября два дня. И даже один уже, можно сказать, завтрашний день, когда можно зарегистрироваться именно с этим набором. Чем он хорош, я вам рассказываю в видео. Если кто не видел, просто скажу в двух словах. Что, во-первых, он идет с большой скидкой. Вместо 23 тысяч 19 900. Во-вторых, он идет с подарком. Вернее, с подарками. Подарков целая куча. Это и комплект продуктов с противовирусным маслом. Это и обучающий курс от Дотерра с сертификатом специалиста по эфирным маслам. Это обучающий курс от меня по эфирным маслам. И самое главное, это доступ к бессрочному марафону по естественному питанию и очищению организма. Это доступ к огромной базе материалов. Вот всему тому, о чем я говорила с вами на сегодняшнем эфире. Это доступ к очень большой базе видео уроков, текстовых уроков. Это доступ к чату, к рабочему, где можно всегда получать ответы на свои вопросы. Это вечно работающее мероприятие, которое не имеет конца. Я думаю, что вы такого нигде не встретите. Обычно это курс, который имеет начало и конец. Либо это какой-то проект, где нужно каждый месяц платить абонентскую плату. Такого, как у меня, я не встречала ни у кого. То есть вы регистрируетесь на этот набор. Вы получаете себе набор масел из 10 флаконов, плюс диффузор в подарок, плюс все остальные подарки. И вы вступаете в мероприятие, которое имеет начало, но не имеет конца. Это бессрочное мероприятие, где вы все время учитесь, учитесь, учите теорию, изучаете на практике. Все эти методики отрабатываете и получаете бесконечно мои ответы на ваши вопросы. Я на сегодняшний день сказала все. Я сейчас попробую ответить на ваши вопросы, если я тут найду их. Но все, что я сказала сегодня, является выжимкой и сутью всего того, что имеет отношение к естественному питанию. Если вы меня услышали сегодня, то вы должны сделать вот этот выбор, вот этот правильный сделать шаг и пойти в этот бессрочный марафон на тех условиях, которые я сегодня вам озвучила. Есть два набора, кстати. Если вам все-таки, несмотря на эту скидку, несмотря на эти подарки, если вам все-таки дорого заходить с набором «Эфирный дом» за 19,900, вы можете зайти с другим набором, более дешевым, который называется «Семейная аптечка». Он стоит 11,900. Это более по карману. Но неважно, с каким набором вы зайдете, с маленьким или с большим, у вас все равно будет целая коллекция подушки безопасности, подушек безопасности в виде эфирных масел, которые вы сможете применять не только для общего оздоровления, ощелачивания, снятия всяческих интоксикаций, снятия всяческих головных болей и прочего, но еще и для лечения ваших хронических заболеваний и даже системных, которые у вас уже аутоиммунные, которые у вас уже тяжелые, потому что эфирные масла – это не просто понюхал, да, это не просто распылил аромат в воздухе, это не просто принял каплю под язык, это не так-то все и примитивно, как может показаться. Эфирные масла – это мощнейшие протоколы, это особая техника нанесения масел на позвоночник, на воротниковую зону, на стопы, это работа с акупунктурными точками, это глубокие древние знания, которые дошли до наших дней, и это доступ к этим знаниям практически неограниченный. И это те знания, которые вы можете применять для себя и для всей своей семьи, потому что от грудного младенца до пожилого человека эти знания, эти масла можно применять. Но для этого нужно учиться, а чтобы учиться, нужно идти на мои курсы и получать эти знания. Так, вижу, что появились благодарности. Хорошо, спасибо. Эфирные масла сделал человек. Как же они относятся к природному и естественному потреблению? Дорогие мои, эфирные масла не сделал человек, их сделала природа. Эфирные масла – это суть растения. Человек только добыл это масло из растений, он его выдавил. Эфирные масла получают из целебных растений, которые содержат эти самые эфирные масла. Они получаются либо методом прессования, либо методом паровой дистилляции. То есть это особое приспособление, это производство, да. Пришлось построить производство, чтобы добывать вот эти самые природные, целебные вещества, которые мы называем эфирными маслами. Но это то, что содержит именно растения. Есть эфирные масла, которые не являются натуральными. Не буду называть каких-то производителей, потому что их много на самом деле. Это те масла, где рука человека вмешалась и сделала смеси натуральных масел и синтетических, да. Вот тех самых, которые произведены искусственным образом. Но это не имеет отношения к маслам дотера. Потому что это масла чистые, без примесей. И у этих масел есть особые сертификаты. Есть хроматограммы в открытом доступе. И по этим документам можно отследить, какие лабораторные исследования прошли эти масла. И увидеть чистоту и отсутствие примесей на 100% чистых натуральных маслах. И поэтому их и называют масла терапевтического класса. То есть терапия – это лечение. Это масла, которые лечат. Какой минимальный перерыв между приемом пищи и фруктами? Скажите, пожалуйста. Вопрос поставлен некорректно. Вот вы пишете прием пищи и фрукты. То есть прием пищи – это для вас, значит, там опять же какая-то каша, картошка. А вот прием фруктов – это не прием пищи. Это прием чего-то такого непонятного. Как раз наоборот. Вот для меня, например, фрукты – это пища. А вот остальное – это каша, картошка. Это уже как бы так. Ну, не основное, не главное. На самом деле фрукты – это самостоятельный прием пищи. Это отдельный прием пищи. И это главная еда человека, который питается естественным образом. У меня это главная еда. То есть мой день состоит из трех приемов пищи. Первый прием пищи – это фрукты. Второй прием пищи – это фрукты. И третий прием пищи в 16 часов – это уже что-то такое. Либо вареное, либо мясное, либо мясо и салат, либо какой-то суп. Но это вот то, что считается уже, по-вашему, считается пищей. А для меня это уже не пища, а так, просто средство для поддержания штанов. На самом деле два основных приема у меня – это фрукты. И мне этой еды вполне хватает. Таким образом, на моем примере вы можете понять, что у меня, я утром просыпаюсь, и у меня желудочно-кишечный тракт свободен для того, чтобы запустить фрукты первыми. Первыми заскакивают фрукты. У меня это обычно сухофрукты, которые либо размочены предварительно. Там всякие черносливы, курага, изюм. Либо это финики, либо это какая-нибудь хурма, или инжир, или бананы. Это все, что угодно. Все, что я хочу. Они могут быть разные каждый день. Это может быть фруктовый салат, это могут быть просто фрукты. Если это лето, это может быть просто арбуз на завтрак. Вот сколько я и хочу, столько и ем арбуза. И таким образом у меня фрукты быстренько идут на выход, и им не мешает никакая крахмалистая пища. Второй прием пищи у меня опять фрукты, и им опять никто не мешает. Как правило, зимой это у меня фруктовый зеленый коктейль. Это мангольд, банан, ягоды, замоченные семена льна размолотые, которые придают киселистость такую, да, и сытость этому коктейлю. И вот эта порция коктейля у меня, можно сказать, обед. И третий прием пищи – это ранний ужин в 16 часов. И у меня пищеварительная система не перегружается таким образом. А микрофлора кишечника уже так благополучно выращена, да, и превратилась в здоровую, что ей хватает вот этой пищи для размножения, для нормального функционирования моего организма, для нормального обмена веществ, для нормального вывода отходов, для большого количества энергии, для отсутствия заболеваний, для отсутствия лишнего веса. Вот этого мне всего хватает. Я не голодная, я веселая, мне очень нравится. Я могу есть мясо, я могу есть рыбу, я могу есть яйца, я могу есть творог, что еще, щи, борщи. Я могу все есть, но я ем это один раз в день, понимаете? И мне этого хватает. И вот задача человека, который хочет быть здоровым, перейти вот примерно на такой образ питания. Примерно, ну плюс-минус. Просто кто-то кушает два раза в день, да, кто-то кушает один раз в день. Ну у всех разные подходы и питание тоже может быть немножко разным, да. Ну просто вот я люблю фрукты, кто-то не очень любит. Но оно плюс-минус одинаковое в том плане, что мы не мешаем вот это вот все крахмалистое. Если вы с утра поели кашу, то сколько бы ни прошло времени в этом дне, пусть там 5 часов, 6, 8, вы все равно уже не можете поесть фрукты, потому что неминуемо они там все-таки настигнут вашу кашу. Потому что скорость фруктов очень большая, скорость каши, продвижение, да, небольшая. Поэтому фрукт по-любому догонит вашу кашу и брожение вам обеспечено. Вот. Я, конечно, понимаю, что для традиционно питающихся людей, я сейчас говорю, какие-то совершенно дикие вещи, да, может быть даже немыслимые. Но вот просто вы пришли в основном на меня, как на пример того, что с человеком что-то произошло хорошее, правильно? То есть вы же не просто так подписались на меня, вы увидели, что я была толстая и больная. А теперь я стройная и здоровая, веселая, энергичная, да. И почему это произошло? Потому что произошли правильные действия в моей жизни, связанные с мнением питания. Поэтому можно просто мне поверить на слово, что это действительно, это реальность, которая может прийти каждый человек и сделать для себя вот те самые добрые дела, которые я сделала для себя. Да, я понимаю, что если сейчас меня на 6 лет назад, меня обратно оттолкнуть, да, и там с теми мозгами мне сейчас вот, допустим, представить, что вот можно вот так питаться, я бы, конечно, сказала там, чуть-чуть, и что, вообще что ли, да, потому что я-то питалась вот так, как сейчас вы питаетесь. Вот, ну, прошло 6 лет, сейчас я питаюсь совершенно другим образом, и я понимаю, что это намного лучше. Более того, у меня муж питается таким же образом. Мой муж, мой мужик, да, который ел, представляете, как едят мужики, он тоже сейчас питается таким же образом, и он даже ест меньше, чем я, порции. И ему хватает, и он еще работает физически, и он тоже получил очень большие, хорошие, положительные изменения, именно благодаря вот изменению питания. Ой, что делать, если щелкают суставы? Ну, да, уже, видимо, вот такие изменения, да, происходят, что не хватает жидкости, что организм плохо справляется с усвоением питательных веществ, но делать все то же самое, то есть нормализовывать, да, свое питание, превращать его в более естественное и очищать свой организм. Когда лучше есть мясо? По моему мнению, его лучше есть где-то примерно в середине дня, ну, вот, может быть, 14 часов, 15, но в 16 это самое позднее. Позже, я уже думаю, не стоит. Но тогда у него будет запас времени, чтобы расщепиться. Так, знаю, что ягоды с крупами нельзя, а тыква, крупа, и это правильная еда, ваше мнение? Смотрите, ягоды с крупами, если вы едите, ну, каша, да, вареная, а ягоды у вас свежие, то это неправильно, это нехорошо, потому что будет брожение. Но если вы едите тыкву, допустим, с пшеном, вы же варите, наверное, тыкву, я так понимаю, да, то есть вареная тыква, вареное пшено, вареная тыква, она точно так же, как и любой вареный продукт, превращается в крахмалы. И уже не имеет значения, что она вместе с пшеном, потому что она сварена. Хотя, если так разобраться, тыква – это плод, в котором сахаров и кислот практически, ну, сахара есть, но кислот там практически нет, да, потому что тыква даже не бывает кислой. И если это малое количество кислот или отсутствие кислот, то риск брожения сводится к минимуму. Поэтому даже если вы поели, предположим, сырую тыкву, да, и вареную кашу, то риск брожения сводится к минимуму. То есть бродить у нас что? Когда есть крахмалы, кислота, сахар, влага и тепло. И вот это вот вместе, оно очень хорошо бродит. Что рекомендуете есть на ужин при недоборе веса? Ну, если не недобор веса, то, наверное, всё-таки кашу. И масла туда, сливочного побольше. Так, телеграм, если есть вопросы, пишите. Насколько хватает меньшего набора? И какой производительный масел в альтернативе? Или всегда масла у вас заказывать нужно? Значит, смотрите, хватает, если это меньший набор, маленький семейная аптечка, примерно полгода. Ну, плюс-минус. Просто там же есть, масла же разделяются на разные направления, да. И если, допустим, у человека больные суставы, то он, конечно, будет использовать больше масла Deep Blue, которое будет именно снимать боль суставов. Поэтому Deep Blue у него кончится раньше. А если, скажем, он будет редко пользоваться чайным деревом, ну, вот, допустим, у него нет прыщиков, там нет никаких попелом, бородавок, ему не надо ничего выводить, да, у него нет грибка на ногтях, то у него это чайное дерево может целый год стоять и не будет истрачным. То есть смотря на сколько проблем. Но в среднем мы берем где-то полгода. Соответственно, большой набор его может на год хватить. Так, какой производительный масел в альтернативе? В России нет альтернативы. Там был вот Ян Ливинг, но он ушел из России, когда санкции начались. Поэтому сейчас только дотера. Масла заказывать. Ну, масла вы не у меня заказываете, потому что я их, ну, как бы у меня есть они в магазине, да, там по каплям, по миллилитрам, там 5 миллилитров можно. Но это не решает глобальный вопрос. Ну, закажете вы там 5 миллилитров себе какой-нибудь желудочно-кишечной смеси, да, там эфирной смеси, или той же деблём для снятия боли. Ну, и что дальше? Вы же понимаете, когда вы поймете, почувствуете первый эффект от принятия масел, от употребления масел и от применения масел, да, вы же от них уже, ну, не сможете отказаться, потому что они реально работают. Причём они не просто глушат симптомы, они снимают воспаление, потому что они работают на уровне клетки. Эфирные масла имеют очень маленькую молекулу, и они проникают прямо в клетку. И оболочка молекулы эфирного масла, она жирная, и поэтому она проникает сквозь жировую оболочку клетки. Поэтому идёт работа на клеточном уровне, и эфирные масла не только гасят симптомы, то есть не только убирают боль, но ещё и снимают воспаление. Поэтому, когда вы пробуете какое-то масло, вы понимаете, что да, оно действительно работает, и вам его нужно будет заказывать снова и снова. Поэтому, конечно, выгоднее иметь целый набор, потому что любая проблема, которой бы мы ни коснулись, будь то коленный сустав, будь то гастрит, будь то щитовидная железа, вот любая проблема, она требует комплексного подхода. Вы по-любому будете использовать не только, например, Deep Blue для снятия боли в колене, вы же будете ещё и масло лимона использовать, потому что оно ощелачивает кровь, а более щелочная кровь лучше доставляет питательные вещества к проблемному участку, да, а если больше и лучше кровоток, кровоснабжение, соответственно, меньше боли. Вы будете использовать, например, и масло ладана, потому что масло ладана – это клеточное обновление, клеточная регенерация. А если у вас разрушаются ткани, да, идёт уже разрушение тканей, особенно твёрдых, вам по-любому нужен ладан, потому что вам же нужно ткани-то восстанавливать, вам регенерация нужна и так далее, и так далее. То есть если у вас уже имеется аутоиммунное заболевание и у вас уже разрушаются суставы, значит у вас по-любому синдром дырявого кишечника, поэтому вам никак не обойтись без пищеварительной смеси, это дайджест-зен, которая лечит все проблемы в желудочно-кишечном тракте и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, если говорить о комплексном подходе, то нужно использовать полностью набор. Хороший вопрос. Были ли случаи ухода от гормональной терапии щитовидки в практике естественного питания? Да, прямо вот были такие случаи, и прямо очень яркие случаи. Сначала человек просто уменьшал, люди просто уменьшали дозировку, и причем делали... Сейчас, секунду. Причем делали это под контроль на своего эндокринолога. То есть это не было их личной инициативой. Они начинали питаться естественным образом, они проводили курсы очищения, делали контрольные анализы, смотрели там, насколько улучшается, советовались с эндокринологом, уменьшали дозировку, и постепенно, постепенно, в течение года человек, вот у меня один полностью ушел с гормональной терапии, потому что щитовидка заработала, и даже могу пригласить на эфир, если она, конечно, согласится. Поэтому папилломы отпадают, миомы уменьшаются и исчезают, всякие там новообразования тоже останавливают свой рост. Много чего положительного случается, когда человек поворачивается лицом к природе в своем питании и начинает очищать организм. То есть, если съесть гречку или пасту в полдень, то фрукты и овощи в этот день уже нельзя. Смотрите, если в полдень вы съедаете гречку или пасту, то фрукты вы лучше съешьте до гречки и пасты, чтобы они вперед умчались первыми. А вот овощи можно есть когда угодно. Но дело в том, что под овощами часто понимают не то. Овощи – это растения, это части растений, листья растений, но там те, которые не содержат семян. То есть, это зелень всякие виды, это корнеплоды, это разные виды капусты, вот это все овощи. А помидоры и огурцы, наши любимые, это не овощи, они имеют семена, это категория плоды. Плоды, они все-таки ближе к фруктам. Вот смотрите, в чем разница между фруктами и овощами. Овощи – это грубая клетчатка. Вот капуста, вот это все, морковь – это грубая клетчатка, это грубые волокна. И между этими волокнами чуть-чуть сока. Вот это вот овощи. А фрукты и плоды – это наоборот, очень тоненькая такая клетчатка, небольшое количество, а все остальное – это сок. Да, ну вот те же помидоры, те же апельсины. Это все очень сочное, и это все очень легко жуется, легко расщепляется, ну и легко проходит. Поэтому все, что касается мяса, рыбы, ну там сыр и так далее, вот это все лучше сочетать именно с овощами. Именно вот морковь, капуста, свекла, дайкон, сельдерей, все виды зелени и так далее. Вот есть их можно вообще в любое время. То есть овощи, они, это не фрукты, они как щетки, как метелки, они сопровождают любую еду. Их с чем угодно можно есть, когда угодно. В общем, это универсальный продукт. Можно ли фрукты совмещать с сухофруктами? Да, без проблем. Что фрукты, что сухофрукты – это одна категория фрукты, и фрукты между собой как угодно сочетаются. Фрукты и овощи между собой тоже как угодно сочетаются. В общем, тут проблем нет. Можно ли вообще жить без мяса? Вы знаете, я думала, что да. Я думала, что можно. И у меня даже была на заре моего очищения, была даже такая мысль, что я буду фруктоедом, или каким-нибудь веганом, я не буду есть мясо. Но эта мечта разбилась в пух и прах, потому что я поняла, что я не могу жить без мяса, но мне оно требуется. Я не отрицаю того, что есть люди, которые могут и хотят жить без мяса, и у них это получается, но, видимо, у них какая-то особая микрофлора, которая позволяет им получать аминокислоты из растительной пищи. Но далеко не у всех есть такая способность. И вы знаете, практика показывает, что ко мне уже очень много людей обращалось, которых я называю горе-вегетарианцами, или горе-сыроедами. Они заходили на несколько лет вот такого питания, без мяса, без рыбы, но им, между прочим, хотелось. Они себя сдерживали, они там себе, как говорится, руки заламывали, но и на силе разума отказывали себе. Вот это, я считаю, совершенно опасный путь, и он приводит к системным разрушениям. Вот. И очень часто таких людей, ну, не то, чтобы там нельзя восстановить, их, может быть, и можно, но это очень трудно и очень долго. Поэтому я вас просто хочу предупредить, чтобы вы с отказом от мяса были поаккуратнее. Это скользкий путь, и здесь не всё так просто. Вот. Главное, его есть не чаще одного раза в день, и в умеренном количестве, и в правильном сочетании, и всё будет хорошо. Тогда оно будет усваиваться, не будет гнить, и вы будете питательные вещества получать, и будете здоровыми людьми. Сырая гречка с фруктами. Мне не очень нравится этот формат, потому что сырая гречка, она всё равно, как бы, всё равно это какая-то степень крахмалистости. Вот. И это утяжеляет продвижение фруктов. Фруктам ничего не должно мешать. Единственный компонент, который фруктам не мешает, это жир. Поэтому, например, я могу есть фруктовый салат со сметаной. И это нормально. Вот. Это, это, я знаю, что, например, если кто-то изучал кето, он скажет, что это бред, это дикость, такого делать нельзя. Но я в этом бреду живу уже 6 лет. И, ну, я слежу за своим здоровьем. То, в общем-то, я не жалуюсь. Всё нормально. Уровень сахара в порядке. В общем, органы брюшной полости в норме. Я делала УЗИ, всё проверяла. В общем, всё хорошо. Так. Недоваренные овощи. Это клетчатка или крахмалы? Смотрите, хороший вопрос. Недоваренные овощи – это полукрахмалы и полуклетчатка. В общем, это, знаете как, это компромиссный вариант. То есть, если мы хотим себе сделать, вроде как бы, да, и попитаться, вроде как варёным, да, чем-то горячим, но в то же время хотим себе ещё и пользы оставить, чтобы была клетчатка, и чтобы был корм нашим бактериям, вот тогда вот нужно делать вот такие овощи, альденты, как говорят, да, на зубок, чтобы они не совсем разварились, чтобы хруст-хруст немножечко всё-таки был. Это неплохой, я считаю, вариант, компромиссный и на переходном этапе он вполне себе нормальный. В общем-то, я хорошо к нему отношусь. Тыквенную муку можно применять? Ну, наверное, я ни разу не встречала тыквенную муку, но думаю, наверное, можно, почему нет. Так, сейчас нет возможности, но обязательно приду к вам. Да, это всегда пожалуйста. Я всегда рада, когда ко мне приходят люди и неважно в какое время, главное, чтобы вы пришли. Так, вот вопрос. Через сколько часов можно кушать другую пищу после фруктов? Смотрите, а вот тут уже как раз наоборот фрукт не имеет значения. Вот вы съели яблоко, ну, там, виноград, хурму, неважно. Вот примерно через полчаса, мне кажется, ну, может, максимум 40 минут, да, но самый большой час его уже там не будет в желудке. И он уже пойдет дальше, этот фрукт. Поэтому вы можете смело через уже там 40-60 минут, если вы чувствуете, что в желудок пустой, там нет фрукта, можете спускать любую другую пищу, потому что в кишечнике фрукт уже все равно уйдет вперед с большой скоростью. И эта масса следующая, она его уже не догонит. Поэтому главное, чтобы фрукт ушел из желудка. То есть, если желудок пустой, там не лежит ни яблок, ни виноград, любую пищу можете смело запускать. Так, спасибо, я тоже была рада вас видеть. Обнимаю. Так, вот, тоже хороший вопрос. Скажите, вы подбираете индивидуальные масла для каждого? Значит, тут вот как обстоит. Когда вы приходите ко мне, да, через регистрацию в Дотерра, приходите на мой проект, ну, в мой курс, да, в мой бессрочный марафон, у вас есть доступ, во-первых, к курсу, обучающему по питанию, очищению, к курсу по эфирным маслам, у вас есть доступ в чат по питанию, очищению и доступ в чат по эфирным маслам. И вот это вот все, это, ну, такая большая общая работа, это большая тусовка, где постоянно дается разная информация. Потому что, допустим, вы приходите с каким-то заболеванием, не у вас же, там, у одного это заболевание, у нас же они все повторяются. Ну, допустим, вы пришли с гастритом, ну, предположим, да, вы пишете в чат, там, у меня гастрит, что мне принимать? И вам обязательно отвечают, потому что, либо отвечаю я, либо отвечают мои помощники, потому что, ну, потому что у меня уже есть люди, которые, ну, довольно хорошо разбираются в эфирных маслах, у нас есть книги, у нас есть схемы, у нас есть протоколы, рецепты, то есть у нас есть богатая библиотека, и обязательно всегда находится ответ, то есть ни один вопрос не остается неотвеченным в чате, поэтому, конечно, индивидуальную схему я всегда могу подобрать под любого человека, под любое заболевание, главное, чтобы узнать, ну, подробности, да, что это за заболевание, как оно давно протекает, в общем, какое состояние у человека и так далее, поэтому в этом можете не сомневаться, то есть, если вы входите в мою, так сказать, структуру, да, с эфирным маслом, вы никогда не останетесь в одиночестве, у вас всегда будет помощь. Что скажете про глину? Я хорошо скажу про глину, если это белая или голубая пищевая глина, тонкого помола, высокой степени очистки, то это замечательный адсорбент, который мы используем и на подготовке к очищению, и во время очищения организма, и вообще на протяжении жизни используем ее курсами, по 4 недели, 10 дней перерыв, потом снова и так далее. То есть, вот на зашлакованные организмы, на загрязненные организмы, у которых повышенный уровень токсичности, белая глина идет прям вот на ура. Люди получают очень хорошие результаты с глиной. У меня есть инструкция по применению глины, если кому нужно, запросите в директ, я пришлю. Какие масла помогают при мигрении? Ну, во-первых, самое первое, когда только начинается, только намек на пристань, это приступ. Это эфирное масло мяты перечной. Если это уже более такая сильная боль, это смесь, эффектная смесь, деблу, если это вообще уже там, да, как бы такой тяжелый хронический процесс, там просто применяем систему протоколов, курсом 21 день, с перерывом, там на неделю, на две, и это работает. Но вообще, вот моя практика, моя мигрень покинула меня прям ровно в первый же месяц, когда я начала очищаться. Я страдала мигренью много лет, у меня она была каждый месяц. Дня по три я вываливалась просто из жизни с дикой рвотой, ну, сами знаете, как это все, глаза, все болит, невозможно. Поэтому я знаю, что я говорю, и очищение помогает избавиться от мигрени, а если это с маслами, это еще более быстрое и эффективное избавление от мигрени. Мигрень – это вообще не приговор. Это не приговор. Так, Вае, я хочу начать. Что требуется? Написать мне в директ, что хочу начать, и мы начнем. Я дам необходимые инструкции, ссылку, и мы начнем. Куда писать? В директ, мне в личное сообщение пишите. Если знаете мой контакт, пишите мне на телеграмму или ватсап. Если не знаете, прямо в личку мне пишите, и все отвечу. Так, хлеб с маслом тоже долго переваривается, если после фруктов поесть. Смотрите, после фруктов вы можете есть, что хотите. Главное, чтобы у вас фрукты ушли из желудка. А вот если наоборот, вы поели хлеб с маслом, а потом вы хотите поесть фрукты, то вот это я не советую. Лучше поешьте сначала фрукты, а потом будете есть хлеб с маслом, когда фрукты уйдут из желудка. Потому что хлеб, это крахмал. А крахмал, это клей, клейстер. Это он у вас на столе такой красивый, пышная булочка, кусочек ржаного хлеба, какого-нибудь цельнозернового. Такой он красивый, так тоненько порезанный. Но внутри он превращается просто вот в клейстер. Такой шарик, такой липкий, весь бесформенный, такой, как жвачка. Вот что такое хлеб. Были ли у вас случаи излечения сахарного диабета второго типа? Это вообще самый легкий диагноз для того, чтобы от него избавиться. Потому что это просто как сказать, это просто некорректная работа поджелудочной железы. Но она, эта работа становится очень даже нормальной, когда мы снимаем с нее нагрузку. Она просто перегружена. Вот. Перегружена выработкой инсулина, перегружена выработкой пищеварительных ферментов. Поэтому как только мы нормализуем наше питание, выстраиваем его в дисциплине, мы нормализуем уровень сахара в крови и все, и диагноз подпадает. Да, в Беларуси открыта ДОТЭРа, поэтому в Беларуси регистрация вообще без проблем проходит. Так, мука и зерен не еда. Но, ребята, это еда, но это еда второго плана, такого стратегического запаса. То есть, я, например, тоже могу что-то съесть из муки, когда у меня нет ничего другого. То есть, если я, допустим, куда-то поехала, да, в путешествие, и вот у нас нет возможности поесть ничего, ничего другого нет, и там где-то мы можем съесть какую-нибудь пиццу там, да, или купить хлеба, что-то там, не знаю, поесть хлеба, я не отравлюсь, я не умру, со мной вообще ничего не случится, я даже себя ругать не буду за кусок там блина или пирога какого-нибудь, пиццы, потому что я абсолютно адекватный человек, я живу в этом мире, да, я живу в этой жизни, просто у меня своя система. Но если в этой системе иногда бывают какие-то отступления, вот, ну, поехал там в гости пошел, да, там ничего на столе нет, кроме макарон, допустим, ну, а тебя угощают, да поем я эти макароны, со мной ничего не случится, потому что у меня здоровый пищеварительный тракт. Но дело в том, что я не ем это в системе своей, понимаете, я в системе ем фрукты, жиры и животную еду, и крахмала у меня очень-очень мало, вот, вареной еды у меня очень мало, она один раз в день, может быть, а то бывает и вообще, не бывает ни разу в дне. Вот, вот в чем принцип-то, то есть, смотря какого плана это еда. А если вы каждый день едите что-то из зерен, из муки, которая из зерен, то это совсем другой вопрос, то у вас вообще уже нет никакой системы, у вас идет тотальное загрязнение. О, приливы, приливы, это вообще песня, приливы при очищении у меня ушли, например, вот сразу, просто вот до 53, с 50 до 53 я была просто вся в приливах, причем она меня, они меня так достали, что, ну, просто я вообще уже в истерике была, вот, но как только я зашла в свой первый курс очищения, вот по огоням, на условное глотание, в этот же, вот прям вот, на этом курсе приливы у меня ушли и больше никогда не возвращались, то есть я вот на первом своем курсе очищения я забыла, что у меня вообще как бы климакс там или что-то типа того, так что это да, и не только у меня, это констатируют и другие женщины, которые вот, ну, в таком возрасте, да, с проблемным начинают вот эти оздоровительные мероприятия, такие как очищение, они отмечают, да, что либо уменьшается их количество, либо они становятся менее выраженными, вплоть до полного исчезновения, какая порция фруктов или овощей на один прием пищи, сколько влезет, просто нужно понимать, что желудок имеет определенную границу, да, то есть понятно, что мы не можем съесть весь арбуз, он просто не влезет, у нас будет перерастяжение стенок кишечника, поэтому вот сколько хотите, столько и ешьте, сколько у вас реально влезет в ваш желудок, не причиняя вам вреда, то есть можно съесть 20 груш, да, и потом лежать и задыхаться там от распирания желудка, а можно съесть две груши, можно съесть четыре груши и получить удовлетворение и быть довольным, сытым, в общем-то, без проблем, так что я вообще, понимаете, я не ограничиваю порции никому и не себе и не своим подопечным, вот сколько у вас влезает, столько ешьте. Так, мне некомфортно есть фрукты на голодный желудок, а это смотря какие фрукты, вот я вам говорю, если проснуться и съесть яблоко, допустим, мне, я просто умру, я не могу съесть на голодный желудок яблоко, потому что оно мне нехорошо с него, мне оно не заходит, но вот если я, допустим, сварю себе чашечку кофе, сделаю его с молоком из грецких орехов, да, или с миндальным молоком, намою себе там стучки 3-4 королевских фиников, или возьму там парочку спелых бананов, которые такие прям совсем спелые, и поем вот это с утра, вот этот горячий кофе с жирным молоком, можно с кокосовыми сливками, и вот этот вот финики такие жирные, сладкие, или бананы и с чашечкой кофе запиваешь, это же, это прелесть, пробуйте, вы просто попробуйте, а потом скажете, комфортно вам или не комфортно, или вот смесь сухофруктов, да, я замачиваю сухофрукты, курагу, чернослив, изюм, я их замачиваю, потом в мясорубку, потом туда перемолотые семена льна, они набухают, и потом это как десерт, такой утром ложечкой ешь, и запиваешь горячим напитком, это очень классно. Паразитарной программы нет, запись идет, можно ли утром фрукты и чай, мне кажется, я без чая не смогу, конечно, чай, я вот пьем фрукты с кофе, могу с чаем, без проблем. Так, все, я ответила на вопрос, мы сегодня очень долго с вами полтора часа беседовали, все, тогда завершаю наш эфир, значит, напоминаю, да, что завтра последний день вот этого уникального предложения по регистрации на эфирный дом, вот, и если вы успеваете, да, и можете брать этот набор, вам доступна, доступна эта цена, и вы заходите ко мне в мой проект, то я прям буду очень рада вас видеть и всех с растертыми объятиями, но если не успеваете, тогда, значит, позже будете уже заходить на другой набор. Вижу, здесь еще вопросы поступают, так, принимаю ли я пищу в определенные часы, нет, я не принимаю по часам, я принимаю исключительно по чувству голода, но просто у меня уже так выработался, мой организм так привык, что чувство голода он испытывает в определенные часы, это примерно в 8, потом примерно в 12, и потом примерно в 16. Вот у меня получается 3 приема пищи с интервалом примерно 4 часа, то есть мне вот хватает, нормально. Так, многие считают, что во время еды не запивать и кофе только через час после приема пищи. Ой, сейчас объясню. количество жидкости абсолютно никак не влияет на усвоение пищи и на желудочный сок не оказывает никакого влияния, потому что желудок это не ведро, желудок имеет такую грушообразную форму, у которой есть большая кривизна и малая кривизна. Когда вы кушаете пищу, у вас желудок, как мышечный мешок, отбрасывает пищу на большую кривизну и распределяет ее там, и там она обрабатывается желудочным соком. А воду, которая поступает в вас, жидкость какая-то, желудок опускает по малой кривизне, и она идет сразу в кишечник. То есть на какой-то момент задерживается в желудке, согревается до температуры, если она была более холодная, и дальше она опускается в кишечник, и она не участвует в пищеварении. Жидкость не участвует в пищеварении и не бойтесь разбавить свой желудочный сок. Поэтому хочется пить во время еды, пейте. Хочется пить после еды, пейте. Хочется пить до еды, пейте. Как хотите, так и пейте. Молотые семена льна, это разве не мука? Дело в том, что семена льна, они очень жирные. Вот зерна, зерна пшеницы, например, или зерна ржи, это зерна, это крахмалы, они крахмалистые. А семена льна, это жир. Они, вот если будет раздавить, прям масло, масло оттуда, это жир. Поэтому мы их относим больше к жирам, не к крахмалам. Кто-то обрадовался, что можно запивать еду. Запивайте, конечно. Вообще, ребята, как можно меньше насилия над собой. Любите себя, балуйте, какие несладкие фрукты вы едите. Я ем все фрукты, я любые, но больше мне нравятся сладкие. Ем все, любые фрукты, я люблю все фрукты. Ну все, спасибо, спасибо большое, что внимательно слушали меня, спасибо за ваши хорошие вопросы. Все, прощаюсь ненадолго, жду тогда ваши заявки на марафон, на регистрацию в директ, пишите, пожалуйста, в директ, все, на связи всем отвечаю.